Завтра, 22 мая, у нас состоится 59 очередной стрим «Открытой политики» в 9 часов вечера по уфинскому времени. Подключайтесь, будем обсуждать все возможные вопросы и проблемы. Вопросы лучше всего и правильнее всего присылать в комментариях к этому сегодняшнему нашему видео. Их я обязательно увижу, прочту, и мы их обсудим. Завтра, 21.00, подключаемся и общаемся уже напрямую. Кроме этого, напоминаю о необходимости ставить лайки нашему каналу, если вы считаете это возможным, это несложно, это всего одна секунда, а для нас это важно. Можете и помогать нашему каналу материально. К сожалению, остался только один способ это сделать, это перечисление на наш счет, который мы публикуем в каждом выпуске. Мы рады и приветствуем любую активность с вашей стороны, будь то лайки, будь то пожертвования, всегда рады, всегда ответим на ваши вопросы. Наверное, навсегда мы запомним, как неистово отплясывала министр Иванова на корпоративе в тот день, когда в подведомственном ей интернате сгорели старики. С тех пор минуло достаточно времени, кое-что Иванова замяло, кое-что заболтало, но из памяти это стереть достаточно сложно. И лично я нисколько не сомневался, что кровавый счет министра Ивановой будет продолжен, и, к сожалению, на минувшей неделе было подтверждение моей правоте. В Серафимовском социальном приюте погиб ребенок, причем погиб совершенно при ужасных каких-то обстоятельствах, он был найден привязанным в туалете, весь в крови, абсолютно мертвый. Следствие идет, будут выяснены виновные, непосредственные виновники гибели этого ребенка. Наверняка они будут строго наказаны, хотя уверенности до конца в этом нет. Но, несмотря на то, что, конечно же, следствие не определит непосредственную вину Ивановой как физического лица в смерти этого ребенка, я полагаю, что и эта смерть на ее руках с точки зрения того, что министр социальной защиты все-таки должен каким-то образом отвечать за такие чрезвычайные происшествия, которые регулярно стали случаться в ее ведомстве. Становится очевидным, что Ленара Иванова уже тяжким грузом висит на ногах нынешнего руководства республики и тащит его на дно. У Хабирова и без нее хватает поводов для упреков. И, в принципе, конечно, ему сейчас ничего не остается, кроме как взять ручку и написать указ об отставке Ивановой, а все остальное завершат уже следствие и следственные органы в отношении Ивановой, в отношении ее сестры, которая чудит в Нефтекамске по той же линии. В общем, я думаю, что это будет решено. Но для этого Хабирову надо набраться мужества, отставить в сторону свои идиотские принципы по поводу своих-несвоих и избавиться от Ивановой, иначе она утащит его вслед за собой на дно. На минувшей неделе стало известно о том, что практика патронажа над населенными пунктами сепаратистских территорий Украины не получила широкого распространения в Российской Федерации. Только 9 из 85 регионов России заявили о своем желании помогать и опекать какой-то конкретный населенный пункт сепаратистских территорий. И речь идет о республике Башкортостан, Брянской области, Курской области, Ленинградской области, Московской области, Самарской области, Свердловской области, Челябинской области и республике Чувашия. Вот это список из 9 регионов, которые решили кого-то опекать персонально. Видимо, остальным 76 губернаторам не так остро необходимо выслуживаться перед Кремлем, и они не готовы жертвовать благосостоянием, деньгами своих сограждан в своих регионах. Но Радий Фаридович не такой, он готов пожертвовать всем. Помимо того, что совсем недавно изменили финансовые правила, и теперь мы израсходуем резервный фонд Республики Башкортостан на нужды донецких сепаратистов, еще ко всему этому началась такая программа сбора денег с бюджетников. На минувшей неделе много раз мне написали и сообщили о том, что в бюджетные предприятия и организации пришли некие бланки заявлений о добровольном перечислении части своей зарплаты в пользу луганских донецких сепаратистов. То есть напор такой весьма ощутимый, директора и администраторы предприятий очень настойчиво раздают эти заявления, делая вид, что добровольность здесь всего лишь формальность. Здесь, конечно, дело хозяйское. Я отвечал на эти письма, мне звонки и всякие обращения. Я сказал, ребята, тут дело вашей совести, вашего разума и вашей рациональности. То есть если вы считаете своим долгом это сделать, сделайте. Если не считаете, не делайте. Если вы боитесь, пугайтесь. Не боитесь, не пугайтесь. Но самое главное, если вы искренне 22 года поддерживали, голосовали за Владимира Путина, то вы просто обязаны теперь помогать ему рублем. Президент поистратился, и будьте добры, содержите теперь все его причуды и все его начинания. То есть вот такая моя логика, еще раз повторю, это дело личное, пускай каждый сам решает, насколько он вправе, должен и может помогать донецким сепаратистам. В продолжение темы социальной защиты. Ну, такое продолжение, прямо скажем, неожиданное. В городе Мелиузе задержан и арестован заместитель главы администрации этого города Василий Егоров. Этот яркий представитель команды Хабирова пытался крышевать строителей, которые строили и передавали Мелиузовской администрации жилье для сирот. Всего лишь за 2 миллиона рублей. Василий Егоров готов был закрывать глаза на всевозможные недочеты в строительстве, судя по всему, серьезные и важные. То есть он вот в прямом смысле предлагал крышу. Строителям прозрачно намекая на то, что если он эти 2 миллиона не получит, то у них возникнут проблемы и, вероятнее всего, сдать объект им не получится. Вот здесь на самом деле, ну, помимо, конечно, возмутительности и цинизма вот этой ситуации, то есть человек, по сути, наживался на сиротах. Ведь дело в том, что строители – это те же самые бизнесмены. Они эти 2 миллиона просто включили, как говорится, себестоимость. Ну, в данном случае не включили. Но тут надо понимать очень важный момент. Здесь произошел стык двух процессов. Ну, коррупция вот этого вот чертенка из администрации – это все понятно, очень простая ситуация. А вот то, что бизнес, то, что вот эти строители пытались оптимизировать процессы через коррупцию, вот это очень важно понять. Вот эта взятка, будя она состоять, тут бы, конечно, получилась бы такая ситуация. То есть можно, значит, крышу не доделывать, можно еще что-то делать там не так, можно стены потоньше сделать, можно стеклопакеты похуже поставить. Но в отличие от тех заданий, которые было дано первоначально. Так зачастую и происходит. Вот отсюда берется то жилье, которое нужно экстренно ремонтировать, отсюда берется жилье, в котором, по сути, жить невозможно, я имею в виду, это социальное жилье. И вот тут начинаются все вот эти истории. То есть всякий раз, когда где-нибудь, в какой-нибудь Амзее или еще где-нибудь, вы увидите жилье для сирот, в котором там плесень по углам и течет с крыши, знайте, что какой-нибудь другой местный Егоров или там Мамедов, Хайрулин или неважно кто, получил за это деньги. Механизм вот такой. И это, кстати, надо подчеркнуть еще раз, это тоже косвенно хозяйство госпожи Ивановой. На минувшей неделе внезапно и без объявления войны был уволен генеральный директор Барспирта Рауф Самигулыч-Нугуманов. На его место мгновенно был назначен главный ревизор Хабирова Урал Фарвазов. Событие, конечно, неординарное. Многие связали это с тем, что происходит перехват контроля над колоссальными финансовыми потоками Барспирта. Барспирт – это крупнейший в России государственный производитель алкогольной продукции. Нигде, наверное, в России не сохранился такой крупный концерн алкогольный, который полностью на 100% находится в собственности региона, приносит огромные деньги в виде налоговых поступлений и, видимо, огромные деньги в виде иных поступлений. Я это предполагаю, потому что в последнее время, по крайней мере в последние 4 года, Барспирт расцвел буйным цветом в плане странных затрат. То есть это строительство этого дома приемов, который у нас на Пушкино строится, реставрируется особняк рядом с гостиным двором, уже практически реставрировался. Это вот эта вот замечательная избушка на Ленина, Тантана и так далее, и так далее. Ну, тут налицо, конечно, были и двойные стандарты, потому что в адрес БСК, например, было сказано, что неприлично иметь дом приемов, там и такой офис в Москве, на который уходит миллиард, а вот Барспирту было прилично. Зачем-то вот устраивать вот этот вот дом приемов на Пушкино. Ну, окей, это вопрос философский. Вернемся к смене руководства Барспирта. Урал Фарвазов, это такая боевая дубина Хабирова, он занимался контролем над всеми-всеми ведомствами, и в случае чего, значит, являлся карающим мечом революции. То есть выявляя какие-то нарушения, он там докладывал Хабирову, и тут начинались какие-нибудь репрессии. Оттеснение от вот такой вот кормушки, как Барспирт, группировки Сидякин-Нугуманов-Стрижнев, а именно эта группировка контролировала Барспирт в последние четыре года, ну, безусловно, знаковое событие, это так. Александр Сидякин, по мере того, как он отдрейфовал от Башкирии в сторону вот этой партийной работы, и надо сказать, это был неудачный выбор для него, потому что, ну, наверное, он не знал, вернее, он точно не знал, что там сотворит Владимир Путин, он, конечно, если бы знал, то отсиделся бы здесь в регионе. Сейчас Сидякин попал в ситуацию, когда, ну, политические инструменты уже для Путина не очень важны, и вся эта партийная работа ушла на дальний план. Судя по всему, это очень четко ощутил Хабиров, и начал выдергивать из-под этих ребят их основания. Ну, основанием, безусловно, для них базисом, финансовым базисом, для Сидякина, Нугуманова, Стрижнева и примкнувшего к ним Мурзаголову был Башспирт. Очень сытно и пьяно они кормились от этого предприятия, вот теперь это все заканчивается. Ну, посмотрим, как все это будет дальше развиваться. Очень любопытно, какова будет формальная судьба господина Стрижнева. Я почти не допускаю того, чтобы он стал советником Фарвазова, как он был советником Нугуманова, но связка Нугуманов-Стрижнева, она многолетняя. Если погружаться в историю этих двух героев, а мы обязательно это сделаем в ближайшее время, то Стрижнев и Нугуманов, они все время идут рядом. По всем объектам, по всем не очень чистым и светлым историям везде Стрижнев-Нагуманов, Стрижнев-Нагуманов. Ну, теперь вот появился повод все это обсудить в дальнейшем и понять, что происходит. В разделе событий, которые посвящены городу Уфе, а Уфа, как-никак, это четверть Башкортостана, у нас в этот раз много событий, пять или шесть, в общем, давайте по порядку. Жители Уфы массово жалуются на некие дополнительные суммы, которые появились в их квитанциях за ЖКХ в отношении отопления. Складывается ощущение, что БашРТС все-таки настойчиво решила отыграть обратно те суммы, которые в прошлом году нехотя признала неправомерно начисленными и вернула населению. Возвращали тогда при помощи зачета, то есть недоплат дальнейших. Теперь конкретно снова появляются суммы. Я до конца не уверен, что они точно такие же, которые были в прошлом году, но ощущение это у жителей есть. И складывается мнение о том, что БашРТС все равно получит то, что пыталось получить в прошлом году, как говорится, не чучелом, так тушкой, заберет эти деньги. Я до конца не уверен, не анализировал пока эти документы, но было бы здорово и правильно это проверить и понять, насколько же простирается цинизм этой организации, насколько они настойчивы в своем желании получить то, что решили получить. На минувшей неделе жители Уфы были возмущены проектом-победителем, то есть стеллы, которая, по мнению властей, должна вознестись на круге центрального рынка. Это то самое круговое движение, вокруг которого крутится весь центральный рынок, и в центре которого стояла много лет такая большая-большая рекламная установка. Сейчас эту установку демонтировали, и вот в центре этого пространства, при том, что пространство будет видоизменено и порядок движения будет изменен по планам уфимской мэрии, так вот в центре возникнет вот этот вот монумент. Ну, жители недоумевают, по каким эстетическим критериям возникло вот это вот. Вот. Ну, уже придумали много, кстати говоря, довольно смешных и обидных названий. Некоторые из них я выделил из интернета, и вам расскажу. Так вот, в лидерах этих народных названий первое место «Загребущие руки мэра», второе «Два бумеранга», ну, действительно, эти кривые штуки очень похожи на бумеранги. Третье место «Брачные игры» Байрактаров, потому что каждый из этих элементов действительно похож на этот турецкий беспилотник. Четвертое «Зубы дракона» и пятое место «Оба Мавлиева». Но шутки шутками, однако надо понимать, что эстетические свойства нашего нового городоначальника, его эстетическая концепция, тот мир, в котором он живет, ну, исключительно, конечно, провинциальный. Человек прибыл к нам из совсем уж маленького города, в котором свои порядки, свои представления о красоте. И вот это вот «Чего люблю, того дарю», очевидным образом из него выскакивает время от времени. К сожалению, юного Мавлиева некому наставить на путь истины, объяснить, что не всегда твои собственные эстетические пристрастия распространимы на миллионное население. Боюсь, что это не последний пример того, что мы будем наслаждаться тем, что почему-то понравилось Мавлиеву-младшему. Были на минувшей неделе у Феи скандалы. Дольщики госстроя Кирилла Бадикова, а теперь дольщики, видимо, уже Садового кольца, обратились к Радио Хабирову с требованием устранить от участия в их делах Зульфью Гайсину. Дольщики госстроя, пожалуй, первая группа дольщиков, которые быстро и сразу определили, что вот эта мадам вовсе не преследует их интересов. Они отринули эту чванливую девушку, которая заявляет направо и налево, что она руководит процессом, что Хабиров у нее под контролем, что какой-нибудь Хавшов вообще ею руководим напрямую. То есть вот подобные заявления слегка шокируют дольщиков, многих они пугают. Вот в этом случае они не испугались и потребовали от Хабирова прекратить это безобразие, убрать ее из процесса. Я надеюсь, что Хабирова хватит ума. Он должен уже понимать, что многие его протеже и подчиненные, они, прямо скажем так, поистратились в процессе. И вот Гайсина яркий пример этому. То есть, наверное, госстрой станет последним объектом, на который она тут зашла со своими широко расставленными пальцами. Ну, будем наблюдать, будем смотреть, что из этого получится. В продолжение темы дольщиков расскажу одну историю. К сожалению, есть некоторое количество объектов долевого строительства, и много, к сожалению, их, о которых мы ничего не знаем, не слышим. Они не такие громкие и яркие, как госстрой или вот тот же самый Дуслыкстрой. Я говорю о объекте, который называется жилищный комплекс Альпийский парк. Вчера буквально у меня состоялся разговор с его дольщиками. Это улица Пугачева, 43, корпуса А, Б. Всего там 200 квартир. Застройщик там ООО «Хосинжиниринг». Никому не ведомая компания. Так вот, просрочка по секции А уже составила 11 месяцев, по секции Б уже 17 месяцев. То есть, более полутора лет. Готовность этих секций от 60 до 90%. Ну, нигде нет воды, нет освещения. В одной из этих секций, по слухам, даже уже живут отчаявшиеся дольщики, которым просто негде жить. Так сложились жизненные обстоятельства. Люди живут без воды, непонятно как. Диалога с застройщиком нет. Застройщик ведет себя странно. Ничего не объясняет, ничего не обещает, совещаний и собраний не проводят с дольщиками. Дольщики начинают закипать. Вот это вот, так как я насмотрелся уже достаточно много вот этих историй долевого строительства, я вижу здесь совершенно типовую историю. Они начинают созревать, скоро они созреют, начнут соединяться, объединяться в определенные группы и сообщества. Они уже начали писать заявление в прокуратуру, надо отдать должное. Республиканская прокуратура откликнулась довольно-таки быстро, не отписалась и уже буквально с завтрашнего дня начинают проверку в отношении застройщика. Я не понимаю другого. Я не понимаю того, почему Госстрой, я имею в виду Комитет государственной по строительству и архитектуре, почему наши вот эти все власти, и городские, и республиканские, ждут, когда ситуация дойдет до критической. Почему все-таки не начать учиться, почему не делать выводы из того, что с ними случилось хотя бы в минувшие три года, и не выработать некий алгоритм работы с подобными объектами. Почему уже сейчас до конца не вникнуть, хотя бы неформально, в ситуацию вот этого хозинжиниринга. Я спрашивал дольщиков, что говорит застройщик. Они внятно не могут ответить. То денег нет, то денег пока нет, то еще что-то. Вот власти должны точно понимать статус вот этого хозинжиниринга. Если у него нет денег и их не будет, то нужно потом разбираться, куда делятся деньги, а сейчас разбираться, что делать с объектом. Ну, в общем, непонятно. Завершая тему дольщиков, хочу порадоваться за, ну, по крайней мере, осторожно порадоваться, за дольщиков кооператива «Дуслык-Строй», о котором мы говорили на предыдущей неделе, неожиданная реакция Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Генеральная прокуратура занялась этим делом, начала тормошить местную республиканскую прокуратуру, дай бог что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Уфимская проблема с электротранспортом на минувшей неделе так и не сдвинулась с мертвой точки. Ждет реакции мэрии арбитражный управляющий «Рыбалка», который занимается банкротством «Муэта», он отправил в мэрию письмо о том, что существует очень серьезная вероятность изъятия и продажи подвижного состава «Муэта» и прочего имущества. Однако от мэрии нет никакого ни ответа, ни предложения. «Рыбалка» действительно ждет и благосклонно ждет, что мэрия предложит какое-нибудь решение, потому что с той стороны, условно говоря, со стороны кредиторов, тоже не звери сидят и тоже понимают, что как-то надо по-человечески решать, и для города тоже в том числе, и продавать там на металлолом эти трамваи, ну, это по меньшей мере нерационально. Однако, видимо, Мавлиеву не до этого. Он занят обнимашками с Элвином Греем, упоительным выкладыванием этих фоточек в соцсети. Ну, и тут тоже нужно все-таки отсылаться, наверное, к происхождению нашего нового мэра. В Нефтекамске нет трамваев. И Ратмир Мавлиев, судя по всему, не до конца понимает предназначение этих предметов. То есть, ну, ездит какая-то гремящая железяка по улицам. Никакого толка от нее нету, файды, ноль, нафиг она нужна. Вот примерно так, да? В сознании недавнего жителя Нефтекамска выглядит уфинский трамвай. Но, к сожалению, это так. И судя по тому, каким образом ротируется кадровый состав мэрии Уфы, мы скоро получим какой-то филиал клуба веселых и находчивых, а вовсе не администрацию миллионного города. А вот жителям Стерлитамака, похоже, надоело терпеть очковтирательство, связанное с ямочным ремонтом. Власти Башкирии и городов Башкирии со все большим азартом заявляют о том, что они почти закончили ямочный ремонт. Но наши глаза нас все еще не подводят, и мы видим, что вот эти колдобины как были, так и остались. И более того, они приросли в своем количестве. И вот жители Стерлитамака повторили акцию, которую я и мои товарищи породили, придумали и реализовали в Уфе еще в 2017 году. Тогда, пять лет назад, мы расставили портреты мэра и тогдашнего губернатора Хамитова в ямке, чудовищной ямке, которые покрывали проезжую часть улицы Пархоменко. И улица Пархоменко в Уфе была отремонтирована в течение суток. Идеальный ровный асфальт. Вот через пять лет Стерлитамакцы повторили этот опыт. Они втыкали в особо выдающиеся ямы на улицах своего города портреты Хабирова и руководства города. Посмотрим, поможет ли в этот раз. Потому что в прошлый раз действительно очень хорошо помогло. Возможно, что личный позор как-то более воздействует на этих чиновников. Ну, в общем, будем наблюдать. Не могу не упомянуть историю с Шевчуком, тем более, что она имела некоторое продолжение. Административное дело об оскорблении вооруженных сил Юрием Шевчуком на концерте в Уфе 18 мая, переданное из Ленинского районного суда города Уфы в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга по просьбе стороны ответчика. Ну, собственно, это абсолютно логичные движения. Шевчук проживает постоянно в Санкт-Петербурге. Ему, наверное, там проще организовать юридическую помощь, защиту и вообще. Санкт-Петербург, конечно, город более здравый, чем Уфа. Надеюсь, что этот процесс там пойдет хотя бы в рельсах и в рамках здравого смысла. Но вообще, вот эта дилемма, которую поставил Шевчук перед российским правосудием, она, пожалуй, что неразрешима. Потому что вопрос стоит примерно так же, как он стоял в той истории. Помните, знаменитый вопрос, перестало ли ты пить коньяк по утрам? Примерно о том же идет речь. То есть суд сейчас, по сути, стоит перед выбором. Либо он признает, что Родина – это жопа президента, либо он признает, что Родина – это не жопа президента. Лично меня устроит и тот, и другой исход. В обоих случаях я, пожалуй, что открою и налажу к лету производство маек с этим мемом. Безусловно, вот эта фраза Шевчука уже вошла сразу в народ, и она теперь очень широко тиражируется и используется. Остается только понять на уровне судебного решения, является ли Родина жопой президента. И наоборот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин